Основы духовно-нравственной культуры народов России. Тема «Человек и вера». С самого раннего возраста каждый человек обязательно во что-то верит. В повседневной жизни вера проявляется в мыслях и действиях человека, направленных на то, чтобы исполнить желания. Это может быть вера в обыденные вещи, получить подарок, отправиться в путешествие, сдать на отличные экзамены и тому подобное. Может быть и более серьезная вера в дружбу, справедливость, честность, порядочность. Вера объединяет людей, побуждает их к совместной деятельности во имя возникших идей и планов, делает людей добрее, терпимее друг к другу. Вера есть способность духа. У животных ее нет, у дикарей и неразвитых людей страх и сомнения. Она доступна только высоким организациям. Антон Павлович Чехов, русский писатель. Без веры жить нельзя. Вопрос в том, во что должен верить человек. А верить он должен прежде всего в себя, в свои силы, возможности, способности. А значит, и в реальность жизненного идеала. Нельзя жить без веры в людей, особенно близких, в науку прогресс. Зубков, российский политик, экономист. Блажен, кто верует. Тепло ему на свете. Грибоедов, русский писатель, дипломат. Объясните значение пословиц и поговорок. Слову, вера, хлебу, мера, деньгам счет. Слухом не верь, а сначала проверь. Больше верь своим очам, нежели чужим речам. Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне. Крепко верить, значит победить. Как появилась вера в Бога? На протяжении веков человечество стремилось понять и объяснить смысл жизни. Именно созерцание окружающего мира, стремление понять законы природы, определить место человека во Вселенной – это то, что отличает человечество от других видов живых существ. Ученые считают, что зачатки религии появились в жизни древних людей 80-50 тысяч лет назад. А в те времена человек жил в постоянной борьбе за выживание, в страхе перед дикими зверями, грозными явлениями природы. Все вокруг казалось таинственным, тревожным. Человек чувствовал себя слабым и незащищенным. Он старался как-то объяснить то, чего пока не понимал. Так появилось одушевление окружающего мира. Сложилось убеждение, что уберечь себя от страха и тревоги можно, задобрив сверхъестественные силы. Поэтому естественным было одушевление явлений природы – грозы, ливни, ветра, ее объектов, леса, горы, водоема. Так возникло язычество с его многобожием. Уже много позже люди начали приходить к вере в единого Бога. Эта вера трактовалась по-разному, привела к возникновению разных религий. Религия православия. Время возникновения как самостоятельное направление в христианстве вторая половина XI века. Территория возникновения Римской империи. Территория распространения в России на всей территории России. Ислам VII век. Территория возникновения Ближний Восток. Территория распространения в России Татарстан, Башкортостан, отдельной республики Кавказа. Иудаизм. Первая половина первого тысячелетия до нашей эры. Территория возникновения Палестина. Территория распространения в России. В 2014 году 200 общин в 178 городах. Буддизм. Время возникновения середина первого тысячелетия до нашей эры. Территория возникновения Индия. Территория распространения в России, Калмыкии, Бурятии, Тува, Алтай, Забайкалье. Что такое религия? Верующие люди убеждены, что религия вызывает у человека светлые чувства. Удивление, облегчение, спокойствие и радость. А те, кто не верит в Бога, считают, что религиозная вера приводит к страху, подчинению человека сверхъестественным силам. При этом каждый волен сам решать, верить ему в существование Творца или разделять взгляды атеистов. Религия – это система убеждений, ценностей и ритуальных действий, относящихся к тому, что человек считает священным или духовно значимым. Религия предполагает веру в сверхчеловеческую, контролирующую власть и поклонение этой власти одному Богу или многим Богам. Для верующего человека необходимо проведение трех важнейших актов. Первый акт – обязательно посещение места, где происходит общение верующих с Богом – синагога, церковь, мечеть, буддийский храм. Второй акт – практические действия верующего. Молитва, исповедь, медитация. Третий акт – это идеи, которыми верующий должен руководствоваться в своей повседневной жизни – чувство доброй поступки, отношения к другим людям. О существовании религии в древних обществах свидетельствуют археологические раскопки. В первом веке до н.э. царь Ирод построил в Израиле в городе Кесарии храм. В 2017 году при раскопках этого строения был найден кусок плитки из перламутра. Ученые предполагают, что эта плитка была частью украшения коробки, в которой хранился свиток Торы. На плитке вырезана минора – один из древнейших символов иудаизма. Это золотой семирожковый светильник, который, согласно Библии, находился в Иерусалимском храме. Минора горела с вечера до утра как символ присутствия в храме Господа. Во время археологических раскопок на юге Испании в Андалусе было найдено одно из самых древних изображений Иисуса Христа. Ученые считают, что оно относится к IV веку. Иисус Христос, апостолы Павел и Петр изображены на стеклянном блюде, который использовался во время богослужений. При раскопках на территории России археологи также находят множество различных по размеру, форме, материалу древних крестов и иконок. Традиционные религии России. В России традиционными религиями являются православие, ислам, иудаизм и буддизм. По каким признакам религию относят к традиционной? Это религия народов, которые изначально жили на территории данного государства на протяжении долгого времени. Согласно данным исследовательской организации, в 2012 году в России проживало следующее количество верующих. Православных – 74%, мусульман – 7%, буддистов – 1%, иудеев – 1%. Эти цифры можно считать приблизительными, потому что по разным обстоятельствам они постоянно меняются. Люди переходят из одной веры в другую, уезжают в другие страны. В религию обращаются подрастающие поколения. Православие как направление христианства. Сегодня самой распространенной религией в мире является христианство. Эта религия возникла около двух тысяч лет назад в Палестине. Согласно христианскому учению, его основоположником был Иисус из Назарета, город на севере Израиля, который учил своих последователей милосердию, любви, прощению, обращению с другими так, как человек хотел бы, чтобы относились к нему. Ученые считают, что на Руси слово «православие» впервые было использовано в слове о законе и благодати. 11 век. Торжественной речи киевского митрополита Иллариона в честь князя Владимира. Священная книга для христиан – это Библия. Она состоит из Ветхого Завета, в котором описывается, как Бог создал землю и нового завета, посвященного земной жизни и вере Иисуса Христа. Согласно христианскому учению, Иисус – Сын Божий, у которого есть высшая миссия. С помощью веры спасти людей от грехов. Признавая монотеизм, единобожие, христиане описывают Бога через три нераздельных проявления. Святая Троица – Отец, Бог, Сын и Иисус и Святой Дух. Термин «святой Дух» христиане часто используют для передачи своего религиозного опыта или того, как они чувствуют присутствие священного в своей жизни. Основа православия как направление христианства – 10 божьих заповедей, в которых осуждаются греховные действия. О них мы поговорим позже. Ислам – религия мусульман. Слово «ислам» в переводе с арабского языка означает «покорность». Это монотеистическая религия, она предполагает веру в единого Бога. Ислам следует учению пророка Мухаммада, родившегося в Мекке, Саудовская Аравия, в 570 или 571 году. Согласно исламскому вероучению, Мухаммад – пророк и посланник Аллаха – Бога, которому было неспослано священное писание Коран. Коран является священным текстом для мусульман. По преданию Коран – это пророческие откровения Мухаммада. Слово «коран» переводится с арабского как «чтение вслух, назидание». Первое время слова Мухаммада передавались устно. Позже они были записаны его последователями и учениками. В Коране прописаны основные правила жизни людей, исповедующих ислам, пять главных обязанностей всех мусульман, пять столпов ислама – Аллах – единственный Бог и Мухаммад – его пророк, ежедневная молитва – намаз, пост – священный месяц Рамадан – Ураза, помощь нуждающимся – закят, паломничество – священное место – Мекку – Хадж. Иудаизм – национальная религия евреев. Иудаизм – религия одного народа, поэтому она является национальной религией. Ученые считают, что иудаизм возник в первом тысячелетии до н.э. в Палестине, когда вождь евреев Моисей объединил еврейские племена, вывел их из египетского рабства и получил откровение от Господа. Тогда между еврейским народом и Всевышним был заключен завет. Основой вероучения в иудаизме является вера в единого Бога Яхве и Ягову. Он создал человека по своему образу и подобию, поэтому Господь любит людей, помогает им. Иудеи уверены в бессмертии души человека и в обязательном пришествии на землю небесного избавителя – Мессии. Иудеи считают, что еврейский народ избран Богом, чтобы передать всему миру божественное откровение. Священным писанием иудеев является Танах, в котором три раздела Тора, пятикнижие, Нибиим, Пророки, Ктувим – Писание. Суббота у иудаистов большой праздник – Шаббат, когда за праздничным столом собирается вся семья. Философия буддизма. Буддизм был основан Сидхартхой Гаутамой около пятисотого года до нашей эры. Древнее повествование гласит, что Сидхартха отказался от комфортной, богатой жизни, от царских привилегий, чтобы создать новый взгляд на человека, научить его преодолевать жизненные трудности, быть ответственным за себя и свои поступки. Он добился своей цели и стал Буддой, просветленным. Учение Будды побуждает его последователей вести нравственную жизнь, принимая четыре благородные истины. Жизнь – это страдание. Причина страдания – привязанность к желаниям. От страдания можно избавиться. Свобода от страданий возможна благодаря следованию пути. Это означает, что нужно жить в реальном мире, соблюдая нравственные нормы, духовные дисциплины. Буддизм склонен преуменьшать роль божества, вместо этого подчеркивая важность личной ответственности человека за свои поступки и за свою жизнь. Слово, короткая молитва, даже отдельные слоги – сильнейшие средства воздействия на человека в буддизме. Это мантры – своеобразные заклинания, которые способны исполнить желания человека. Они отображаются на специальных барабанах. Их вращение воспроизводит мантры. Считается, что слушание или пение мантры меняет духовное и физическое состояние человека, может решить определенные проблемы, даст здоровье, обеспечит богатство, счастье семьи и тому подобное.